всем привет продолжаем знакомиться си плюс плюс 17 и так сегодня мы познакомимся с таким атрибутом то есть были добавлены еще несколько атрибутов новых и таким атрибутом является fofo троух или фол троух нужно такого прошу не обижаться за неправильное название вот что это за атрибут то есть раньше были различные костыли костыли тогда когда у нас в коде были вот такие вот конструкции то есть когда кейзах у нас были какие-то перечисления дальше какое-то действие и дальше следующий кейс у нас да вот и что вот здесь отсутствует то есть обычно здесь нужен был break return или троу то есть генерация исключения но здесь это все отсутствует и идет переход на следующую метку вот соответственно на это компиляторы выдают предупреждение а в многих проектах предупреждение трактуется как ошибка и проект не собирается соответственно нужно было там придумывать всякие костыли либо делать дублирование кода либо костыли либо еще как-то а вот чтобы это все обойти чтобы предупреждение не было потому как просто отключать это предупреждение в настройках компилятора не очень хорошо так как это может привести где-то к потенциальным ошибкам в этом примере к примеру это сделано намеренно так вот чтобы компилятор не выдавал предупреждение нужно добавлять такой атрибут ну давайте рассмотрим пример давайте это все соберем добро и увидим вот у нас предупреждение что говорится что здесь будет неожиданный переход на следующую метку вот ну меня пару примеров таких я придумал к примеру есть какой-то код и есть какая-то функция в которой приходит результат работы там определенных функций и если у нас все окей то там нормально мы тут что-то делаем налогируем да если же у нас error connect error read error write то к примеру нам нужно закрыть соединение то есть в любом при любой из этой ошибки закрыть соединение и следом нам нужно записать это в лог вот ну вот такие конструкции могут быть где-то не могут быть оправданы то есть моем примере это может быть не совсем там выглядеть как бы а зачем так нужно делать вот ну но такое может быть соответственно как мы видим здесь ошибка то есть предупреждение компилятор если же мы добавляем вот такой вот атрибут в конце вот то компилятор или статический анализатор кода не должен выдавать предупреждение собственно говоря вот здесь компилятор предупреждение никакого не выдает то есть мы здесь указываем что это сделано намеренно намеренно пропущена break return или тролл вот это один пример давайте еще один пример рассмотрим к примеру вот у меня есть такое включать какие-то датчики соответственно если циферка 8 приходит а к примеру этих датчиков 8 то от восьмого зависят и все остальные да там если восьмой то надо 7 6 5 4 3 5 2 1 включить если же 4 зашло то надо включить 4 3 2 1 ну вот таким вот способом да ну вот такая логика к примеру где-то может быть соответственно здесь мы видим на каждой на каждом кейзе после каждого предупреждения что тоже не совсем красиво и хорошо если же мы в конце добавляем фэл тролл то все у нас отлично компилятор не ругается и вот еще на на самый лучший пример ты где-то увидел к примеру есть какие-то коды предупреждений красный код оранжевый желтый и зеленый а вот соответственно при красном коде мы делаем определенную логику в рассылаем все сообщения ну к примеру есть это городок а рядом там может быть находиться там плотина или речка или еще чего-нибудь ну который там могут выйти с берегов прорвать и т.д. и т.п. соответственно в случае там чего-то уже ну как чего-то уже то чего предотвратить уже нельзя а это там выход речки с берегов да то нужно уже начинать там эвакуации соответственно система получая красный код срочно рассылает сообщение всем 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 жителям всем службам что вот срочно все поднимаетесь убегаете вот если же желтый то идет рассылка к примеру только службам alert sound то есть вот здесь эвакуация здесь alert sound службам жители принципе наверно можно особо не беспокоить ну разве шо там к примеру могут быть те жители которые там если это так все устроено подписаны на вот такие вот сообщения то есть каждый говорит я хочу еще получать сообщение в sms как там если уровень опасности не вы не самый высокий но такой средний соответственно рассылается им желтый это просто уведомление думаю тут только определенных служб чтобы они были на чеку вот но и зеленый там ну как бы ничего не делал с эти соответственно вот здесь как бы оправданы да вот эти конструкции кейзов без завершающего блока вот потому что получаем оранжевый то есть в любом случае нам надо уведомить определенных жителей и все службы и в любом случае надо там уведомить ну как бы повторно еще службы да там желтый пришел то только 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 службы если же красный то все равно нужно делать все эти действия которые идут при уровне оранжевый и желтый вот соответственно здесь у нас мы ставим мы явно указываем что здесь break или return или throw быть не должно и как мы видим никаких предупреждений и ошибок компилятора нет ну ошибки в том случае если у нас стоит опция воспринимать любое предупреждение как ошибку ну кстати давайте попробуем это и сделать это по моему можно сделать вот таким вот образом q make с и флакс вот вот так вот и если я не ошибаюсь по моему был вот такой флажок в рор давайте попробуем собрать это все добро нет не получилось они получилось надо было просто пересобрать теперь смотрите вы работаете на таком проекте где любое предупреждение воспринимается как ошибка и вот здесь попробуйте решить эту задачу если мы собираем правилами не си плюс плюс 17 а там 11 там 98 14 вот соответственно мы получаем ошибки и нужно теперь искать костыли нужно решать эту проблему то есть вот попробуйте решить эту задачу ну эту задачу легко можно решить а вот здесь начнутся костыли и вот и вот здесь если мы уберем фолтроу ну собственно говоря вот и все на сегодня вот вот такой флажок нам говорит мы говорим компилятору что любое предупреждение воспринимать как ошибку то есть ворнинг ров все ну на сегодня все видео коротенькая больше обсуждать нам нечего поэтому подписываемся делимся комментируем задаем вопросы в специальной рубрике жмем колокольчик чтобы не пропустить следующее видео всем спасибо за внимание всем пока